здравствуйте друзья мы продолжаем с вами осваивать энергоинформационные навыки новые энергоинформационные технологии и сегодня мы сделаем большой шаг по контролю над нашим сознанием мы сегодня научимся защищать свое сознание от патологических связей и состояний человек приспосабливается ко всему он привыкает ко всему это свойство позволило человечеству взгромоздиться на вершину пищевой цепочки мы освоили и победили здесь все на этой земле благодаря и этому свойству свойству мутация нашего сознания мы умеем ко всему привыкать но современному человеку это свойство начинает уже мешать мы привыкаем не совсем очень-то и хорошим вещам болезни вспоминайте как это в начале возникает какое-то внешнее воздействие на вас идет вы в начале что-то замечаете то есть есть острая фаза восприятия вашего внешнего воздействия на вас то есть вы это чувствуете но вспоминайте когда вы первый раз впервые заболели то есть начале идет какая-то острая фаза температура или давление подскочило начале немножко давление подскочил вас болит голова вам неприятно вы не можете встать ходить но со временем вы привыкаете и уже доходит до того что я вижу человека у которого давление за 200 но при этом он говорит я чувствую себя нормально врач ему говорит вы должны сейчас лежать в повалку а он говорит я могу сейчас и станцевать еще то есть человек привыкает ко всему плохому это с одной стороны хорошие свойства который помогает нам выживать но это плохое свойство мешает нам быть здоровыми удачными успешными счастливыми в долгой длительной перспективе человек это энергетическая сущность прежде всего и вот эти патологические состояния говорят лишь о том что энергетика у человека находится не в норме а что такое норма норма это состояние спокойствие удовлетворенности легкости радости удовольствия вот это состояние нормы как нам его создать и сделать своим инструментом сегодня мы как раз таки этим и займемся мы с вами впервые в жизни создадим тот инструмент благодаря которому мы сможем выравнивать свое состояние причем делать это очень быстро фактически мгновенно для того чтобы создать эталон состояния нам надо вспомнить тот период жизни когда мы были здоровы счастливы удачливы успешны если вы скажете что вы не помните такого периода жизни то это не будет правдой потому что в нашей жизни у всех людей такие периоды жизни были есть и еще будут что такое эталонное состояние давайте я вам приведу несколько примеров эти состояния связаны с нашими органами чувств причем это должно быть реальное воспоминание из вашей жизни это не должен быть какой-то фильм который вы видели книга которую вы прочитали это это не должны быть чужие воспоминания это должно быть ваше воспоминание из вашей прошлой жизни причем берем не весь этот период вашей жизни а небольшой кусок буквально фрагмент как слайд в этом слайде должно быть еще кроме приятных ощущений по телу еще должно быть приятные намерения то есть вы собираетесь что-то сделать еще приятные для вас то есть должен быть какой-то должно быть какое-то движение это очень похоже на на нынешнюю функцию фотографиях которые у меня есть в айфоне называется лайф фото то есть маленькое такое движение в этом в этом кадре есть то есть вы вспоминаете этот момент жизни этот фрагмент и впереди у вас какое-то приятное событие пример приведу давайте представьте раннее утро вы вышли из дома и солнце освещает вас вы вдыхаете утренний воздух свежий воздух прохладный воздух и при этом вы идете сейчас магазин купить какую-то приятную для вас вещь которую вы очень долго намеревались и планировали купить вы уже это сделали но сейчас вы как раз таки находитесь в этом слайде в этом фрагменте перед этим приятным событием в эталонном состоянии нету того что мы называем супер-пупер это не какая-то идеальная красивая картинка вполне возможно что внешние картина она может быть и не очень красивая но она очень приятная может быть для вас давайте несколько примеров приведу женщина едет с работы пятница вечер рабочая неделя была тяжелая она закончилась она едет метро зажатая в полном вагоне держит какие-то авоськи с продуктами и она понимает что сейчас она приедет домой она будет готовить ужин своей семье накормить своих аглоедов и у нее впереди два выходных дня она завтра будет спать до обеда и при этом вот эта уставшая женщина зажатая другими людьми в вагоне метро чувствует себя эталонно ей почему-то хорошо то есть посмотрите картины неприглядные человек зажатый в метро людьми при этом люди эти как посторонний фон такой другой негативный пример эталонном состоянии его приведу когда человек приходит и опять-таки спрашивает у меня это эталонное состояние я чувствую что это не талонное состояние хотя то что он говорит очень красиво человек рассказывает о том как он в испании лежит на пляжу загорает море океан ему хорошо как он говорит а что-то не так я спрашиваю а о чем ты думал в этот момент что тебя тревожил отревожил его то что он взял кредит большой у нее есть какие-то долги звонки тяжелые поступают ему туда то есть идут какие-то рабочие неприятные моменты и вот он лежит на пляжу картина красивая но на душе скребут кошки он весь находится к своим вниманием где-то там в другом месте у себя на родине и решает какие-то проблемы в голове то есть это не эталонное состояние вы можете наработать эталонное состояние прямо здесь и сейчас то есть если вы куда-то выехали на природу или же почувствовали что в данный момент вы находитесь вот в этом состоянии легкое состояние гармоничное состояние вас ничто не раздражает вам никто не мешает вам никто не нужен вы самодостаточные вы уверены в себе вы верите в себя и вот это состояние постарайтесь запомнить действуйте по принципу как говорил классик остановить мгновение ты прекрасно зафиксируйте его найдите несколько воспоминаний которые соответствуют тем критериям эталону состояния которых мы говорили выше поэкспериментируйте с ними поработайте посмотрите как меняется ваше состояние после того как вы погружаетесь в эти воспоминания что меняется как реагирует ваше тело на это воспоминание если таких воспоминаний будет несколько выберите наиболее комфортное и лучшее для вашего состояния ощущения здесь и сейчас и поработайте с этим состоянием тот самый период времени до того момента когда мы с вами будем нарабатывать эталонное состояние в медитации всего доброго до свидания до встречи в эфире